Заработок на классическом арбитраже криптовалюты выглядит следующим образом. Мы за рубли на нашей банковской карте, на P2P платформах, в тех же биржах наподобие биржи Binance покупаем криптоактивы дешевле, а потом спустя какое-то количество манипуляций продаем дороже. Приобрели 1000 USDT за 80 000 рублей на бирже Binance, перевели на биржу Bybit и продали там за 80 300 рублей, получив рублей обратно к себе на карту. Было 80 000 рублей, стало 80 300 рублей, то есть 300 рублей это наш доход. Вроде бы все предельно понятно и просто, но есть одно большое но. Во время покупки и продажи криптовалюты вам нужно использовать банковские карты для приема и отправки рублей. И по итогу, покупая криптовалюту на 80 000 рублей, а потом продавая ее на 80 300 рублей, вы, конечно же, заработаете свои 300 рублей, но при этом по вашей карте будет сделан оборот в 160 300 рублей. 80 000 на покупку и 80 300 рублей на продажу. 160 300 рублей это совсем небольшая сумма, и за подобную сумму вам, скорее всего, ничего не будет. Но вы же вряд ли на этом остановитесь, заработав 300 рублей. Потом вы сделаете еще один прокрут с оборотом 160 300 рублей и без учета сложного процента заработаете еще 300 рублей. А потом еще, еще и еще. И вот спустя время, возможно через несколько дней или даже недель, вы уже сделали 100 таких прокрутов, заработав суммарно 30 000 рублей. При этом ваш оборот по карте составит уже не 160 300 рублей, а 16 миллионов 30 тысяч рублей, то есть в 100 раз больше. Есть риск, что при таком обороте ваша карта уже будет заблокирована, так как вы сделали 200 переводов, 100 на покупку и столько же на продажу. Заблокирована карта будет по 115 федеральному закону о противодействии легализации отмыванию доходов. После чего деньги вам, конечно же, банк отдаст, но пользоваться этим банком в ближайшие года вы, к сожалению, не сможете. Да, банки очень сильно не любят, когда по карте совершается такое большое количество переводов и на такие большие суммы. И по итогу вы вроде бы заработали хорошую сумму, но лишились своей банковской карты. Где искать новую карту, когда родственники, друзья и близкое окружение кончатся, совсем непонятно, а зарабатывать таким простым способом очень уж хочется. Именно так мыслят новички, которые заходят в сферу арбитража криптовалюты, и именно эта проблема с постоянными блокировками и поиском новых карт мешает им работать. Так как же можно постоянно зарабатывать на арбитраже хорошие деньги без использования банковских карт и можно ли вообще? В этом видео я вам расскажу, какие виды арбитража криптовалюты без банковских карт в принципе существуют, какие из них рабочие и сколько на подобном можно зарабатывать. А так же, как и всегда, спалю рабочую связку, на которой можно неплохо зарабатывать, в том числе и с маленьким капиталом. Ну и затрону все нюансы арбитража без карт. Поехали! Разумеется, в арбитраже криптовалюты без использования банковских карт есть ряд вариаций того, как мы можем арбитражить без карт. Но сначала мы затронем самый основной вариант работы и разберемся, работает ли он, и если да, то сколько можно на этом зарабатывать. На каждой из криптовалютных бирж есть спот-раздел, раздел спотовой торговли. Этот раздел в первую очередь отличается от PHP-раздела тем, что здесь очень большая ликвидность и очень быстро двигается курс на криптоактивы. И именно на споте вам может показаться очень неплохой идеей попробовать по арбитражить. Купили один биткоин на бирже Binance за 30 тысяч 100 USDT, перевели его на биржу Bybit и продали его на споте за USDT, получив уже 30 тысяч 100 USDT. Где 100 USDT, соответственно, наш профиль. Выглядит все очень неплохо, согласитесь. Но так ли все просто на самом деле, как может показаться на первый взгляд? На практике все выглядит чуть иначе. Курс на спотовом рынке на ликвидные топовые токены очень волатилен и меняется чуть ли не каждую секунду. И арбитражить подобные токены руками просто невозможно. Курсы на биржах действительно могут отличаться, но арбитражные ситуации с плюсовым спредом не возникают. А если вдруг эта ситуация и возникнет, то максимум, что вы успеете, это зафиксировать арбитражную ситуацию глазами. Не говоря уже о подсчете спреда, покупке и продаже. А в большинстве случаев вы даже глазами не успеете зафиксировать арбитражную ситуацию, потому что их попросту нет. А любой подавляющий маломальский спред сразу же съедается арбитражными ботами, которые мгновенно заключают сделки на двух биржах. Фиксируя арбитражную ситуацию и плюсовой спред. Вы даже этого увидеть не успели, а бот при помощи API зафиксировал арбитражную ситуацию и плюсовой спред. Да, возможно, каким-то чудом вам удастся зафиксировать спред, используя какие-то ноунейм токены, биржи или свапалки, куда не добрались профессиональные боты. Но, во-первых, ноунейм, биржи, токены или свапалки могут просто оказаться скамом. Второе. Перевод по найденному вами токену из-за особенностей блокчейн-сети, в котором он находится, может идти до часу или даже несколько дней. Третье. В стакане попросту может не быть ликвидности и вы не сможете провести сделку даже на 100 долларов. И четвертое. Комиссия для проведения транзакций, перевода криптоактивов с биржи на биржу может попросту съесть ваш спред. Именно поэтому, если вы думаете, что можно просто зайти на крипторан, коин-гека или коин-маркет-кап, там поставить определенные фильтры, найти непонятную монету и две биржи, между которыми на споте будет спред, то вы глубоко ошибаетесь и вы точно споткнетесь об один из ранее мной перечисленных подводных камней. Да, спред также может быть, если вы на каких-то криптоактивах сможете найти ситуацию, при которой вы закупитесь по одной цене и из-за высокой волатильности цена пойдет вверх, что позволит вам продаться по уже более высокой цене на другой бирже. Но это уже не арбитраж, а трейдинг. Понятие, которое ничего общего не имеет с арбитражем. А где можно взять бота, который моментально отыгрывает спред? Вопрос открытый и вряд ли на него вам кто-то даст точный ответ. Так как все, что есть в публичном доступе, не будет работать, ведь есть самописные боты, которые быстрее успевают выкупать все ордера и фиксировать положительный спред. И тем самым они просто сравнивают спред к нулю. Таких ботов вам никто не продаст и не даст в использовании, как минимум, потому что при помощи такого бота он создаст себе конкуренцию. Зачем создавать себе конкуренцию, когда можно самостоятельно выкупать все ордера с положительным спредом и зарабатывать на этом деньги? Любая копия бота — это равносильный конкурент, скорее всего, ответ на вопрос, как и где найти таких ботов, просто никак и нигде. А если вы обладаете подобными возможностями и имеете доступ к таким ботам, то вы и так знаете, как и где зарабатывать при помощи арбитража без карт. И что в итоге? Арбитраж без карт через спотовую торговлю может приносить деньги, только если вы обладатель какого-то приватного самописного бота. В одном случае вы будете заниматься не арбитражем, а трейдингом, где вы на дистанции однозначно уйдете в минус. Переходим к следующему виду арбитража без карт. Также есть еще одна популярная разновидность арбитража без карт, воспользоваться которой, возможно, когда-то хотели и вы. Арбитраж через обменники. Суть этого метода заключается в том, что мы арбитражим при помощи онлайн-криптообменников, которые меняют одну криптовалюту на другую. Например, купили тот же один биткоин за 30 тысяч UZT на Binance, а затем его продали также за UZT онлайн-криптообменнику, но уже по более высокому курсу, например, за 300 тысяч 100 UZT, заработав 100 UZT с одного круга. В интернете даже есть боты, которые парсят курсы популярных обменников с BestChange и курсы Binance, сравнивают их и находят арбитражные ситуации. Разумеется, от ботов на данный момент смысла ровно ноль. Так как при заключении такой сделки обменник просто сделает вам перерасчет и вы уйдете в минус. Либо же отменит сделку и вы потеряете время. Какой смысл обменнику покупать у вас биткоин дороже, чем на бирже Binance? Обменник разве сам не может купить биткоин по более низкой цене на Binance? Конечно же может, поэтому покупать дороже биткоин, чем на бирже Binance обменник не будет никогда. А по правилам любой обменник может сделать вам перерасчет курса либо просто обменить сделку. Каждый обменник работает по следующей модели. Заключив сделку по одному курсу, например, купив у вас один биткоин за 30 тысяч USDT, он сбывает полученный от вас биткоин уже, например, за 30 тысяч 100 USDT. Если же вы найдете ситуацию, при которой биткоин можно будет купить по 30 тысяч USDT на Binance, а продать какому-то криптообменнику по 30 тысяч 100 USDT, то эта ситуация абсолютно противоположная. С такой сделки обменник ничего не заработает. И даже уйдет в минус на 100 USDT, так как все обменники работают по околобинансовскому курсу. Поэтому обменники избегают таких ситуаций, и если их курс выше курса Binance, то они просто сделают перерасчет или отменят вам сделку. И вы уйдете в минус и потеряете свое время. Само собой, вам может очень сильно повезти, и вы попадетесь на неопытный обменник, который только начал работать, и он не заметит неправильно выставленный курс, проведет с вами сделку, и вы заработаете на этом деньги. Но вероятность такого исхода крайне мала, а также после совершения такой сделки обменник обязательно пересмотрит свою систему выставления курсов и больше ошибаться не будет. Обменник — это полноценный бизнес. А с учетом того, что данный бизнес работает по околобинансовскому курсу, найти положительный для вас спред между обменником и курсом Binance будет практически невозможно. Говорю вам как владелец обменника. На очереди третий вариант арбитража без карт. Суть этой стратегии заключается в том, что мы находим клиентов, которые не знают о существовании P2P-площадок или знают, но не пользуются ими. После этого мы выставляем курс клиенту, который отличается от P2P-курса Binance, например, на 20-30 копеек в нашу сторону. Клиент хочет у вас купить 1000 USDT, вы выставили ему курс 77 рублей за один USDT, а сами в это время открыли сделку на покупку USDT на Binance по курсу 76,7 на сумму 77 тысяч рублей. Далее после открытия сделки вы получили реквизиты от контрагента на Binance и скинули эти реквизиты своему клиенту. Клиент перевел 77 тысяч рублей на эти реквизиты. Вы закрыли сделку с контрагентом на Binance и получили на свой счет тысячу 3,9 USDT, из которых тысячу отправили клиенту, а 3,9 USDT это ваша чистая прибыль. Таким вот простым образом вы без использования собственных банковских карт заработали 3,9 USDT. Да, это копейки, но никто не мешает вам работать по такой стратегии на больших объемах и выставлять еще более приятный для вас курс, тем самым увеличивав ваш спред. Такой вид арбитража очень популярен среди многих обменников, которые не хотят использовать свои банковские карты, а просто сотрудничают с мерчантами на Binance. Вы тоже можете стать мини-обменником, найдя своих клиентов, которые не сильно понимают в криптовалюте и не знают о существовании P2P площадок. На вопрос, где искать таких клиентов, которым может понадобиться обмен криптовалюты, четкого ответа нет. Но подобных клиентов вы можете найти в своем близком окружении, соцсетях или тематических группах, а также каналах и чатах. Также можете рассмотреть вариант создания своего реального профиля в Телеграме или ВКонтакте, оформленным как обменник, привлекая с каких-либо источников клиентов именно туда. Способ точно рабочий, главное напрячься и найти себе клиентов. На очереди следующий вид арбитража без карт. Работа через QR-код Тинькофф Банка. По этой стратегии арбитражить нужно при помощи топ-2 биржи для арбитражников биржи Гарантекс. Особенность которой заключается в том, что вы без каких-либо комиссий можете пополнять биржу наличными, а также без каких-либо комиссий снимать оттуда деньги. Также в этой связке можно использовать биржу Беребита, которую я вам, кстати, недавно рассказывал в одном из своих роликов. Как выглядит процесс работы по этой стратегии? Мы пополняем биржу Гарантекс с наличными через офис, который находится в Москва-Сити. Далее покупаем USDT, переводим их на другую биржу, где курс USDT выше, например, на биржу Binance. И после этого выставляем ордер на продажу USDT за Тинькофф Банк. А в комментариях указываем, что оплату принимаем не переводом, а QR-кодом на снятие наличных. Некоторые клиенты будут соглашаться на такой формат оплаты, и вы будете получать от них QR-код. Далее обналичивать его через банкомат и получать сверху свой профит. И вновь повторять круг за кругом. Давайте я сейчас покажу, как выглядит работа по этой связке на практике, сделав один круг с относительно небольшим капиталом. Я сейчас нахожусь на бирже Беребит. Мой инкассатор пополнил баланс на 300 тысяч рублей. Я сейчас на эту сумму буду закупать USDT, затем переводить их на Binance и там распродаваться. Выставляя курс 8241, я буду закупаться мейкером, поэтому придется немножко подождать. Прошло несколько минут, и мы купили USDT. Сейчас мы будем их переводить на биржу Binance и там распродаваться. USDT пришли на Binance, и я сейчас буду выставлять объявление. Важно не забыть указать в комментариях о том, что мы будем получать деньги не переводом, а QR-кодом на снятие наличных. В это время мой инкассатор уже стоит рядом с банкоматом и он готов снимать наличные при помощи QR-кода. После снятия наличных он снова сможет пополнить биржу Беребит или биржу Гарантекс. Мы снова купим USDT. И так работа идет по кругу, без задействования личных банковских карт, как вы могли уже убедиться в этом. Я выставил курс 82,7 и забыл про лимиты, поставил от 10 тысяч рублей. Мне прилетело очень много ордеров на маленькие суммы, благо эти ордера отменились и мне не пришлось тратить время на то, чтобы обналичивать маленькие чеки. Сейчас я поменяю минимальные лимиты для того, чтобы не тратить время на маленькие сделки. Многие клиенты впервые сталкиваются с тем, что их просят предоставить QR-код на снятие, поэтому нужно им объяснять и помогать, как правильно создать QR-код на снятие наличных в своем личном приложении банкинга. Первые два ордера на сумму 85 тысяч рублей и 29 тысяч рублей мы успешно закрыли. Нам скинули QR-код, мы его обналичили, получили наличные и затем закрыли сделку, отдав USDT клиенту. Также я изменил немного описания, добавил строчку о том, чтобы открывали сделки на сумму кратной тысячи. Мне прилетела сделка на 50 тысяч рублей, клиент скинул QR-код, но инкассатор не смог снять, выдало ошибку. Я сначала подумал, что это возможный скам со стороны клиента, но он отписался о том, что ему позвонила техподдержка и заблокировало снятие для того, чтобы провести процедуру проверки. Такое на самом деле бывает достаточно часто, пугаться не стоит, нужно клиентам объяснять, что сейчас вам позвонит банк, задаст ряд вопросов и вы сможете снова создать QR-код и мы его обналичим. Пока клиент решает вопрос с новым QR-кодом, мне прилетела сделка на 104 841 рубль и клиент очень добрый, создал QR-код на сумму 105 тысяч рублей и остатки оставил нам, то есть мы заработали на 159 рублей больше. Я ему предложил вернуть деньги назад, но он отказался, сказал пусть остается у вас. Проблемный ордер на 50 тысяч рублей закрыт, клиент создал новый QR-код после прохождения, небольшого верифа со стороны Тинькофф банка. Мы его обналичили, все успешно и сделку можно закрывать. Следом мне прилетел еще один ордер на сумму 30 тысяч рублей, это будет мой последний ордер, потому что больше у меня баланса нет. Так, ну что, наш круг завершен, давайте подводить итоги. Всего у меня было 5 сделок. Первая на сумму 28 тысяч рублей, вторая на сумму 85, третья на сумму 105 тысяч рублей, четвертая на сумму 50 тысяч рублей и пятый ордер суммой 30 тысяч рублей. Всего получилось у нас 298 тысяч рублей, плюс у нас осталось еще немного USDT на балансе Binance. А именно 33,2 USDT у нас сейчас на балансе, мы умножаем на актуальный курс 82.75 и получаем 2747 рублей. Соответственно, 298 тысяч рублей плюс 2747 рублей равно 30747 рублей, где 747 рублей наша чистая прибыль с одного круга. С учетом того, что наш банк составлял 300 тысяч рублей, наш спред составил 0,25. Да, такой орбитраж хоть и является достаточно простым и прибыльным, но его я вам советую использовать только с учетом двух но. Во-первых, вы будете проводить сделки за пределами P2P-площадок, где запрещено использовать QR-коды в качестве оплаты, а это практически все популярные P2P-площадки, за исключением, наверное, одной биржи Garantex, где такой метод оплаты разрешен. Иначе ваш аккаунт на бирже просто могут заблокировать. Да, деньги вам выведут, конечно же, но аккаунта вы лишитесь. А во-вторых, вы можете попасть на скам клиента, при котором вам скинут уже использованный QR-код, который заранее обналичат самостоятельно. И вы не сможете доказать, что вы его не использовали, и непонятно, как будет действовать в этот момент служба поддержки биржи. Если у вас есть клиенты, которым удобно будет работать по такой системе, и вы в этих клиентах уверены, то вы можете спокойно работать по такой стратегии без карт. С незнакомыми контрагентами, конечно же, лучше не работать, потому что вы рискуете попасть на скам. А теперь пришло время сравнить арбитраж без карт с арбитражем с картами. А перед этим невероятно крутая и бесплатная польза для каждого из вас. Это видео посмотрят как люди, ничего не понимающие в криптоарбитраже, так и опытные арбитражники. У каждого из вас есть определенный запрос. У кого-то запрос в том, как начать развиваться в сфере. У кого-то, как масштабировать свой заработок. У каждого из вас разные запросы и разные желания. Но почти каждый из запросов можно закрыть в телеграм-канале P2P, который был запущен мной и Саней Харчевниковым. В телеграм-канале P2P мы размещаем информацию как для полных нулей, так и для ребят с большим опытом и твердыми знаниями. Мы не только делимся актуальными новостями из мира арбитража криптовалюты, но также публикуем разборы популярных и не очень классических и международных арбитражных связок. Наши уникальные командные наработки. Проводим прямые эфиры, практически стримы. И устраиваем крутые масштабные марафоны по заработку на P2P. А кроме того, делимся лайфхаками арбитражника, публикуем полезные гайды и мануалы. А также мошеннические схемы, о которых вы можете споткнуться во время работы. Конечно же, это далеко не все. Например, в комментариях под постами у нас разворачиваются дискуссии на различные темы, участие в которых принимают также ребята из нашей команды, я и масса других профессиональных криптоарбитражников. Короче говоря, P2P канал это самое большое СНГ-сообщество людей, интересующихся P2P торговлей и арбитражем криптовалюты. И быть неподписанным на него – настоящее преступление. Так что преступником не становимся, переходим по первой ссылочке из описания к этому видео и подписываемся на телеграм-канал P2P. Мы с Аней всех вас ждем. В этом видео мы разобрали 4 вида арбитража без карт. Арбитраж токенов через спотовую торговлю, арбитраж через обменники, арбитраж через своих клиентов за пределами P2P площадок и арбитраж через QR-код ThinkofBank. По факту, если рассматривать доступные и реально рабочие виды арбитража, то можно говорить только о двух последних. Арбитраж через своих клиентов и арбитраж при помощи QR-кода ThinkofBank. Каких-либо других рабочих вариантов криптоарбитража без карт, пожалуй, не существует. Поэтому, если и работать, то только с теми видами, о которых я вам рассказал в сегодняшнем ролике. Но что же выбрать вам? Арбитраж без карт или арбитраж с картами? Какой из этих двух видов арбитража лучше и прибыльней? Если вы обладаете уникальными ботами для арбитража на споте, которых нет в публичном доступе, или у вас есть клиенты, с которыми вы можете совершать обмены по завышенному курсу, или же, если вы хотите работать по QR-коду ThinkofBank, то арбитраж без карт – это отличное решение, которое вам точно подойдет. Но если же всего этого у вас нет, то арбитраж без карт вам, к сожалению, не подойдет, и прыгнуть выше головы вы не сможете, и, соответственно, зарабатывать деньги таким способом вы не сможете. Арбитраж с картами – это история про то, как можно прийти к полноценному бизнесу. У вас есть определенная просчитываемая графа расходов, у вас есть предсказуемый доход, возможность масштабировать свой заработок, отлаженные процессы и все-все-все, присущее стандартному бизнесу. Наша команда начала работать в небольшом составе, зарабатывая 600-700 тысяч рублей ежемесячно. Мы работали и работаем только с картами, а сейчас пришли к доходу от 5 миллионов рублей каждый месяц. Так что если вам интересно постоянно арбитражить хорошо, а что немаловажно предсказуемо зарабатывать, то арбитраж с картами – это история для вас. Да, в определенных случаях, работая с картами, вы можете прийти к каким-то решениям, где карты не будут требоваться. Но все же без карт далеко не уедешь, и это настоящая база. Вопрос о том, как выстроить поток банковских карт, остается открытым. Но в ближайшее время в нашем телеграм-канале P2P мы разместим подробную информацию о том, как и где искать первых дропов, и как в дальнейшем выстроить постоянный поток банковских карт. Ну что, в этом видео я рассказал вам все, что необходимо знать про арбитраж без банковских карт, о его разновидностях, конкретных примерах, особенностях, реальном примере заработка и сравнении с стандартным арбитражем криптовалюты, где банковские карты – это неизбежность. Надеюсь, что вы получили ответы на все свои вопросы по этой горячей теме и сделали для себя все необходимые и правильные выводы. По всем незакрытым вопросам пишите в комментарии, буду помогать и отвечать. Если вам это видео было полезно и интересно, то обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, расскажите об этом ролике друзьям и напишите комментарий. А я быстрее побежал готовиться к новому ролику. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok